В нашем муниципальном образовании 42 детских сада в 16 станицах и хуторах актуальной очереди в детские сады нет. Ликвидировать ее во всех ханапских садиках на сегодня задача номер один. Министерство образования и науки Краснодарского края дает прогнозный план – обеспечить путевками 3485 юных ханапчан. На сегодняшний день уже обеспечено 3506 ребятишек. В этом году у нас 1880 детей прошли это основное комплектование, то есть на высвободившиеся в мае места тех ребятишек, которые пошли в первые классы, мы завели туда детей, которые стояли на очереди. 910 детей – так называемая оптимизация. Что это означает? Мы высвобождаем пространство за счет приобретения новой корпусной мебели и на увеличившихся площадях может находиться большее количество ребятишек. Для того, чтобы все это соответствовало нормам СанПИНА, глава нашего города Сергей Сергей Павлович выделил 16,5 миллионов рублей. Мы на эти деньги отремонтировали пищеблоки, мы приобрели дополнительно технологическое пищевое оборудование, приобрели мягкие инвентарии, мебели и так далее. В Анапе развиваются альтернативные формы устройства в детские сады. Группы кратковременного пребывания, где малыши находятся по 3,5 часа – хорошая возможность подготовить чадо к непростой школьной жизни. Почти 700 ребятишек получили в этом году такую образовательную услугу. Кстати, городские власти вышли с инициативой увеличить это время до 5 часов в день. Еще один выход – капитальный ремонт и реконструкция зданий существующих детских садов. 5 ноября в детском саду номер 12 открылась новая групповая ячейка. У 30 малышей 4-5 лет началась совсем другая жизнь. Новые игрушки, новые друзья и впечатления. Малыши с удовольствием учат песни и стихи, уже начали подготовку к новогоднему утреннику. Наш микрорайон очень большой, разрастается, увеличиваются улицы и Стаханово, и Чехово, строится много домов. Поэтому мы нашли такое альтернативное решение сделать групповую ячейку из физкультурного зала. Это позволило нам решить проблему очередности. Практически 30 мест мы дали детям 2010-2011 года. Но и без физкультуры дети не останутся. Место для занятий определено. На реконструкцию и открытие групповой ячейки потрачено 958 тысяч рублей. Софинансирование краевого и местного бюджетов. Помимо этого из муниципальной казны выделено полмиллиона рублей на оснащение группы. Практически целый месяц у нас шел капитальный ремонт. Была заменена и система водоснабжения, система отопления, провожена новая проводка. И полностью сделан капитальный ремонт всей групповой ячейки. Нам, конечно, пришлось приобретать и функциональную мебель, и индивидуальные шкафчики детям. Это и постельные принадлежности, и посуда, и игрушки. В соседнем кабинете организована работа группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она оборудована специальными развивающими играми. Довольны и дети, и родители. Кроме того, это новые рабочие места. Увеличение числа воспитанников обязательно подкрепляется новыми педагогическими кадрами.